Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня у нас с вами скумбрия вкуснейшая. И здесь у нас картошка сваренная вкрутую, или как правильно сказать. В общем, последний раз, когда я кушала скумбрию, я подавилась. Я съела, как бы, можно сказать, косточку. Она у меня застряла в горле, потом долго болела. Сейчас, видимо, прижилась косточка. Давайте еще вторую забапахаем. Здесь у нас редиски. Как я назвала, совсем забыла, брокколи. И давайте не будем терять ни минуты. И приступим, потому что я ужасно голодная. Прям ужасно голодная. Мама сказала, что начинаю кушать с хвостиком. Но вы знаете, я хвостик вообще не люблю. Я люблю вот эту часть больше. Давайте буду отвечать на вопросы. Кто не знает, под видео с KFC, вы можете задать любой вопрос, который вас интересует. Чем больше лайков на вашем вопросе, следовательно, я обязательно на ваш вопрос отвечу. И тут одна девочка задала очень много вопросов, на которые я бы хотела ответить. Крутая леди. Крутая леди, тебе огромный привет. И мне понравился вопрос. Какая самая неловкая ситуация была у вас в жизни? Что касается неловкой ситуации, я вспомнила кое-что, что вам не рассказывала. Это точно не рассказывала. В общем, когда мы жили в России, мы жили в частном секторе. И получается, там было, наверное, домов 15-20 в центре города с участком земли. У меня папа работал в железной дороге проводником. И получается, он ехал в поездку. Потом возвращался где-то через неделю. Ну, смотря какая поездка. И в один из дней, когда папы не было, мы с братом спали. И вдруг просыпаемся, что кто-то очень сильно стучит в дверь. Выбегаем. Смотрим в глазок. Вы знаете, он прям мужчина такой, плотного телосложения. Вроде бы на первых взгляд в костюме. Кричит на весь двор. Открывая, падла. Зима, вокруг снег. Мы перепугались. С братом начали плакать. Мама начала нас успокаивать. Решила вызвать милицию. В то время была милиция, а не полиция. В общем, вызвали. Ждем. Прошло минут 15, а он все под дверью. Сидит, кричит, оскорбляет всех на свете. Мы просто поняли, что он не в трезвом состоянии. Мужчина явно не в себе. Но почему он именно стучится к нам? Непонятно. Там всякие угрозы. Представьте ночь. Что делать? Кому звонить? Папе, если даже позвонишь, он в Москве сейчас, в рейсе. А полицию мы ждали ровно 5 часов. 5 часов. А если это было бы убийство, то точно убили бы уже. Потом мужик обошел дом стороной. Отошел где-то метров на 10. У нас там огород был, там деревья. И так смотрит на дом. И он, наверное, осознает, что оказывается он не к себе домой стучится. Я так поняла, что он пытался постучаться к себе домой. Ушел. Вот просто мысль. А вдруг действительно это был бы какой-то маньяк. И вот решил он, например, вскрыть замок. А полиция приехала через 5 часов. Они просто это аргументировали тем, что у них не было свободной машины, туда-сюда. И вы знаете, такие сонные приехали. Они такие, ну что у вас? Нас хотели убить. Не убили же. Это хорошо. Машины не было. Как раз только снег выпал. И можно было отследить, куда он направлялся. У нас на улице туалет стоял. Видно было, что он по снегу пошел в туалет. Видимо, за это время он протрезвел и понял, что он пришел не к себе домой. Самое интересное, то, что, наверное, где-то через 2 недели мы узнали о том, что у нас появился новый сосед. Не совсем через дом. Через 3 дома. Он как бы перепутал наш дом со своим новым домом. И мы видим его. И такие в шоке. Так это же он. Как мы его в темноте увидели. У нас у входа, вход в основную дверь. Там был свет. Мы как бы включили этот свет. И через глазок, прям конкретно, его разглядели. И у него постоянно вот это «Открывай, падла, кого ты там прячешь!» Я все равно узнаю и убью вас всех. Мне кажется, наш сосед даже не помнил об этом. Но мы с братом еще долго угорали. Когда его видели каждый раз. Смотрю на таких мужчин, вот реально. И становится жалко женщин, которые живут с такими мужчинами. Вот прикиньте, ночью врывается домой, начинает орать, что-то предъявлять. Откуда ты знаешь, что она там дома с кем-то? Сразу с предъявами. Открывай, падла, кого ты там прячешь. Очень тяжело, мне кажется, жить с таким человеком. Хорошо, что все обошлось, все это мелочи. Но вдруг, на секундочку, если подумать о том, что, например, тебя действительно убивают, режут и все такое. Ты звонишь в полицию, и она приезжает через 5 часов. Это ну так себе. То есть они прям не спеша, мне кажется, они по дороге заглянули в ресторан, посидели в ресторане. Потом легли спать. А потом приехали на вызов. Было очень похоже на такое. Так себе. Очень вкусная рыбка, на самом деле. Так что вот насчет неловкой ситуации. Я не могу сказать, что прям неловкая ситуация. Но каждый раз, когда я видела нашего этого соседа, у меня была очень неловкая ситуация. Я считаю, что пить нужно в меру. Мне бы лично было бы очень стыдно за своего мужа, если бы он сделал такой поступок. Например, пил и не мог себя вести, устраивал скандалы. Особенно на свадьбах. Я очень рада, что мой любимый вообще не пьет. От слова совсем. Я иногда могу там бокал пива там выпить. Или вино. Раз в месяц я не вижу здесь ничего плохого. А парень у меня вообще... И он даже против того, чтобы я пила. Но я считаю, что есть грань между алкоголизмом, между тем, что человек не может управлять своими действиями, выпив. И другое дело, просто расслабиться. Не знаю, бокал вина, это даже полезно. Я сейчас вспомнила, что мне к стоматологу надо. Я рыбки наелась. Мне кажется, иногда стоматолог бахует от меня. Что за свинья? То чесноком пахнет, то усы у нее. Господи. В общем, когда на свадьбах я вижу такое зрелище, что прям женщине стыдно за своего мужчину, который не умеет себя вести. Я думаю, не дай бог. У нас в деревне была свадьба. И один мужчина там устроил драку, просто напился, начал на всех бросаться с кулаками. И вы представьте, для молодоженых это лучший день в их жизни. Они хотят запомнить классные моменты. А тут кто-то напился, устроил драку и все испортил. У меня отец в этом плане просто идеальный. Он как только выпьет, сразу ложится спать. Вот и папочка написал. Девочки, я очень извиняюсь. Мне пришлось отлучиться на несколько минут. Как вы знаете, на днях должен приехать папа. Он пошел мне покупать золото, которое я заказала. И в магазине, к сожалению, не оказалось одного из изделий. Поэтому мне позвонила, чтобы уточнить. Очень вкусно. Я боюсь даже эти кусочки есть. Боюсь опять подавиться. У меня есть привычка, я очень быстро ем. И это приводит к очень плачевным последствиям. В прошлый раз вот чуть не подавилась косточкой. Не могу я медленно есть. Заложено у меня в мозгу. А мой сладкий. Поздоровайся со всеми. Всем привет! Я Твикс. Я живу очень хорошо с Айкой Эмили. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы кушаете, то вам тоже приятного аппетита. Если вам не сложно, если вы все равно меня смотрите, я буду безумно признательна вам, если вы подпишитесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока!